Глина. Обычно этот материал ассоциируется со строительством или скульптурой, или, например, гончарным мастерством. Однако косметологи тоже очень любят глину за ее уникальные свойства. Она входит в состав различных обертываний и масок, а также выпускается в качестве самостоятельного продукта. Глина – это природный компонент. По составу глины у нас разные, в зависимости от места рождения глины. А для кожи они несут просто великолепное питание, увлажнение и антисептические свойства. То есть в зависимости от того, какая глина, в какой у нее состав, мы ее используем по назначению для разных типов кожи. В природе глина бывает самых разных оттенков. Это зависит от месторождения материала и от содержания в нем различных компонентов. То есть есть у нас глина голубая. Используем ее, как правило, на кожу жирную, с сибореей густой, с акне. Также черную глину мы используем с кожей акне и как антицеллюлитное средство. Белую или розовую глину очень хорошо использовать для нежной, тонкой кожи, увядающей кожи, для мелкоморщинистого типа старения. И очень важно здесь, как мы наносим глину. То есть если мы масочку из глины разводим, наносим на лицо и даем высохнуть, тогда она у нас вытягивает все токсины и очень хорошо работает именно на жирной коже. То есть помогает улучшить себорегуляцию. Но если мы не даем высохнуть масочке, то она у нас работает как питание и увлажнение. Если у нас увядающая кожа, если у нас сухая, нормальная кожа, тогда мы используем розовую и белую глину. Они у нас помогают и самое важное, не даем масочке высохнуть. Разводим также до консистенции густой сметаны, наносим на 15-20 минут, либо меньше. То есть нам нельзя, чтобы маска высохла. То есть здесь мы смотрим именно на это. Как только подсыхает, сразу же снимаем. Косметическую глину часто выпускают в виде порошка. Это продлевает срок годности продукта. У крупных проверенных производителей, как правило, глина высокой степени очистки. Тут вопрос идет именно в качестве очистки глины. Данная глина, она у нас идет высокой степени очистки. Там нет фракций примесей песка или чего-то еще. То есть она разводится по консистенции в густую сметану без добавок. Поэтому качество очень хорошее. Область применения косметической глины очень широка. Это маски для лица и обертывания для тела, ванны с глиной и даже уход за волосами.